Ненецкая специальная коррекционная школа-интернат теперь носит название Доброшкола, благодаря участию во всероссийском конкурсе с одноименным названием. Это место, где дети с особенностями могут получить знания в современных условиях для обучения и воспитания с применением специального оборудования, приобретенного в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. В рамках реализации проекта в Ненецкой коррекционной школе отремонтировали 13 кабинетов и закупили новейшее оборудование для занятий. Интерактивные панели, игровые настенные элементы, стол для рисования песком, говорящие логопедическое зеркало и многое другое. Чтобы у нас водичка бежала с красками на руках, идём, идём, ножками массаж делаем. В школе есть также кабинет психоэмоциональной разгрузки, которая требуется особенным детям. Часто у нас дети находятся в таком поведении, где нужна вот такая релакс-комната. И вот эти элементы помогают снять это напряжение. В данном случае мы с Колей работаем вот на таком аппарате, где включаем и фантазию, и воображение, и читаем сказку, и смотрим на элементы, и как денег вёрдый, и мягкий, и очень в этом момент идём полностью и познавательное. С пятого класса учащихся школы начинают социализировать, обучая прикладным наукам. Мальчики занимаются в столярной мастерской, учатся работать с деревом на современных станках, а девочки занимаются в классе социально-бытовой ориентации. В кабинете спроектировали мини-квартиру с разными зонами. Здесь они учатся готовить с применением всевозможной бытовой техники, краей, тешить одежду, ухаживать за домом. Прошли сегодня с коллегами по этой школе, посмотрели на детей, как они занимаются. Классы немногочисленные, где-то два ребёнка, где-то три. Но действительно вот это оборудование, классы, мастерские, они зажигают этих детей, они с удовольствием занимаются. Мы видели и педагогам, тоже очень интересно работать с детьми в новых условиях. Напомню, оборудование закуплено с учётом рекомендаций Министерства просвещения России для занятий в коррекционных школах в рамках федерального проекта «Современная школа», «Нацпроект образования» и Всероссийского конкурса «Доброшкола», а также в рамках соглашения об участии недропользователей в социально-экономическом развитии Нинецкого округа.